Все-таки хорошая у нас у журналистов профессия. В редкий летний погожий день в Мурманске можно вот так вот запросто выйти из редакции и отправиться на прогулку по городу, чтобы узнать, чем же мурманчане занимаются, как они проводят редкие погожие деньки. Первая остановка нашего маршрута – Семеновское озеро. Место, любимое горожанами. Здесь и детвору есть чем развлечь и взрослым где отдохнуть. Правда, парк развлечений пока закрыт. Лодочная станция тоже не работает. Зато можно заняться спортом. Константин – моряк по профессии. Львиную долю времени проводит в море. И возможность побыть с дочкой для него большая ценность. Сегодня тренировка по баскетболу. Дома скучно, попросила, говорит, поехали на Семеновское озеро, покатаемся, поиграем мячик. Юные северянки-спортсменки и дня не проводят без спорта. Ева занимается каратэ, Елизавета – легкой атлетикой. Говорят, бегать в такую погоду жарко, но пропустить тренировку никак нельзя. Спорт – это жизнь. Без спорта я из себя не представляю. Красивая фигура тоже хочется. В такой теплый солнечный денек жители Севера, да и не только Севера, конечно же, тянет к воде. Как приятно посидеть в блестящей озерной глади, понаблюдать за пернатыми. Можно даже подзагореть, погреться на солнышке. А вот для купаний, скажем так, водичка холодновата. Да и нельзя здесь, на Семеновском озере, купаться. Предупреждающие знаки повсюду. И в самом деле каменистое дно и холодная вода очень опасны. Мурманчане – люди осторожные, купающихся на озере нет. А вот на берегу кто загорает, кто обедает прямо на солнечном припеке. Жители заполярной столицы стараются вобрать как можно больше тепла. Не так у нас погода-то балует теплыми деньками. То есть получается даже в обеденный перерыв не куда-то в кафешку бежите? Конечно, конечно. Обязательно на солнышко погреться, получить витамин D, положительные эмоции, съесть мороженое. Многим в этом году и вовсе не удастся побывать в теплых краях. Ситуация с коронавирусом заставляет мурманчан проводить лето в Заполярье. Но люди говорят, дома хорошо, постояла бы погода. А отдохнуть можно вот почти в центре города. Тем более у меня ребенок маленький, мне, конечно, рисковать не хочется совсем. То есть предпочитаете ли это в Мурманске проводить? Ну пока да, да. Получилось, что не уехали. Хотя были билеты, сдали, но не поехали. Почему бы не подышать воздухом? По крайней мере здесь людей немного. Близости сильной такой нет. Как бы соблюдаются все условия, чтобы по ковиду. Много на Семеновском озере пернатых. Утки с утятами, озерные чайки. Люди стараются подкармливать птиц, несмотря на запрещающие знаки. Дело в том, что несъеденные птицами обильные угощения от щедрых горожан замусоривает берег. А еще вблизи Семеновского озера есть удивительный заповедный уголок. Немногие знают, но вот это место неподалеку от мемориала защитникам Заполярья, настоящий памятник природы, называется Бараний Лоб. Два с половиной миллиарда лет назад здесь царствовал ледник. И двигаясь, ледники оставляли вот такие глубокие борозды на камнях. И эти камни наверняка видели динозавров. По бороздам на камнях можно увидеть, в какую сторону двигался ледник. Эдакое путешествие в далекое-далекое прошлое. Место просто замечательное. Прекрасный вид на Кольский залив, красивейшие скалы, неповторимый запах северного леса. И мурманчане сюда приходят, но вот некоторые почему-то оставляют о себе вот такую память. Валентина Каноненко проводит летние дни с внучкой Зианой. Показывает ей необычные места. А мы гуляем здесь всегда, все проверяем. У нас здесь красота, да, внучка? Нам очень нравится гулять здесь. И в самом деле настроение после такой прогулки восхитительное. А в самом сердце Мурманска горожане проводят время у фонтана. Катаются на велосипедах и самокатах, но о дистанции стараются не забывать. Хотя вот пернатым горожанам ограничения неведомы. Сама природа, она красивее, чем в других южных странах, чем на юге. Слушайте, а голубей-то часто вот так кормят? Нет, я первый раз так и кормлю. Я что-то не боюсь теперь. Я наслаждаюсь. Пока хорошая погода, моментом. Мне все нравится. Вот видите, я вышла, гуляю. А так вот уезжала на дачу. На даче было целый месяц. Потому что здесь было опасно. Как говорит один мой знакомый, лето в Мурманске. Слаще меда, краше бриллианта. Потому что каждый теплый день ценен. Если верить прогнозам, то теплое солнце и хорошая погода продолжат нас радовать и на следующей неделе. Ирина Морозова и Виталий Попков, ТВ21+. Субтитры создавал DimaTorzok